Позитивные перемены намечаются в решении застарелой проблемы самого крупного Заворского района областной столицы. Уже не первый раз в редакцию нашего телеканала обращаются жители Соминки в Твери. Недавно мы рассказывали об озерах из нечистот вблизи домов в районе второго проезда Льва Толстого. Теперь коммунальная проблема вышла на новый уровень. На ручье Соминка была обнаружена запруда, из-за чего вода в ручье поднялась на несколько метров и затопила крупный городской канализационный коллектор, что в свою очередь стало вызывать провалы грунта. В причинах произошедшего разбиралась наша съемочная группа. На улице Волынской, Полиханово и Румянцево в Твери прошли значительные провалы грунта. Они местами перекрыли русло речки Соминка. Из-за этого уровень воды в ней увеличился. Самую крупную запруду обнаружили в районе улицы Румянцево. Здесь идет активное строительство новых домов, немало и ранее построенных. А вокруг распространяется очень неприятный запах от канализации. Мы видим розлив речки Соминка вследствие того, что данный мост, который, я поймаю, самодельный, обрушился, завалил трубы, которые проходят под ним, и речка Соминка просто встала. А так и затопило весь коллектор. И вот тут мы видим, что коллектор полностью вскрыт, и из него вытекает сейчас канализация. К слову, в проблеме загрязнения реки Соминка уже не первый год. Тверичане неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой решить проблему ежегодного затопления. Хотелось бы понять, когда это закончится, когда они проложат новый коллектор, чтобы мы спокойно жили. И хочется прояснения большого. Спасибо депутату Нечаеву за то, что он проявляет инициативу. Маленькая мостовая переправа стала своего рода и плотиной для речки. Из-за этого вода из Соминки вышла из берегов и затопила канализационный коллектор. Вследствие чего коллектор начал перекачивать не только бытовые стоки, но и воду из реки. Прибывший на место коммунальной аварии, депутат городской думы, с одной стороны, высказал удовлетворение по поводу того, что удалось найти понимание в лице руководства Тверьводоканала. И проблему, наконец-то, начали решать. А с другой посетовал, что её причины связаны не только с природными факторами. Как выяснилось, точная труба была наглухо забита бытовым мусором. К счастью, удалось найти причину истинную, потому что все подтопления выше по течению Соминки, ручья, все подтопления, как говорят специалисты, они как раз происходили из-за этой перемычки, которая образовалась, особенно с приходом весны, вот в этом месте, на Румянцево. С одной стороны, весенние воды привели к локальным обвалам грунта, а с другой стороны, мы видим, в каком состоянии ручей Соминка. Вот эти все покрышки, мусор, вот этот крупногабаритный мусор, но это всё неприродного происхождения. Сейчас на месте работает тяжёлая техника Тверьводоканала. Специалисты пытаются опустить уровень, чтобы водоречушки пошли по своему руслу, а коллектор начал работать в штатном режиме. Незаконный мостик сейчас он будет раскрыт, но как только уровень упадёт в Соминке, мы восстановим его для пешеходов, то есть он будет пешеходный мостик, положим также метровую трубу, возможно, две, чтобы Соминка больше пропускная способность была. Но это будет сделано где-то недели через три, не раньше, когда немножко уйдёт паводок, когда Соминка вернётся в своё нормальное русло. В этом году в городе планируется провести замену коллекторов на нескольких участках. Один из них как раз в районе Соминки. Как рассказал генеральный директор Тверьводоканала, в этом году от улицы Плеханова планируется проложить 500 метров новых труб диаметром 1200. Их соединят с новым участком по улице Скворцова-Степанова. Эти меры должны радикально улучшить ситуацию с водоотведением в Заволжье. В свою очередь наш телеканал продолжит наблюдать за развитием событий.